Но еще немного новостей из Олимпийской деревни. В Рио-де-Жанейро прошла траурная церемония памяти 11 израильских спортсменов и тренеров, которые погибли во время теракта на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году. На открытии мемориала присутствовали родственники спортсменов, убитых палестинскими террористами, и несколько олимпийцев из нынешней сборной Израиля. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах объявил минуту молчания, ну а позже зачитал имена всех погибших. Мы особо чтим их память, потому что это было нападением не только на наших олимпийцев, но и атака на ценности, которые знаменуют собой Олимпийская деревня. Это было нападение на всеобщие принципы спорта, которые выединяют все человечество в мире и согласии. Олимпийские игры – это всегда утверждение о жизни. Пусть и сегодняшняя церемония сделает этих спортсменов вечно живыми. Нападение во время Олимпийских игр в Мюнхене организовали в 1972 году боевики террористической палестинской организации «Черный сентябрь». Тогда погибли пять спортсменов сборной Израиля, четыре тренера и двое судей. Кроме того, один – западногерманский полицейский. Пятеро из восьми террористов были убиты во время неудачной попытки освобождения заложников. Троих уцелевших арестовали, но позже освободили после захвата террористами авиалайнера компании «Люфтганзе». Впоследствии уже израильские спецслужбы выследили и уничтожили подозреваемых в подготовке теракта. Продолжение следует...